МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Среди всех русских святых православная церковь называет игуменом земли русской только преподобного Сергия. Всю свою жизнь он посвятил духовному воспитанию народа. Примеряя князей, святой Сергий способствовал объединению российского государства. При нем было свергнуто иго, и Русь стала цельной и независимой. Вместе с этим преподобный Сергий дал положительное начало внутренней жизни России. Он стал основателем Свято-Троицкой Сергиевой лавры, одного из самых почитаемых русских монастырей. Неподалеку от Радони же, в лесу, он построил небольшую деревянную церковку. Около двух лет преподобный Сергий провел в совершенном одиночестве, мудро сочетая молитву и труд. Постепенно в окрестностях прознали об отшельнике. Один за другим стали собираться вокруг преподобного ученики. И вот через преподобного Сергия и его учеников, а их было около 150, они всю Русь усеяли вот этими светочами. И вот просвещение евангельское, оно сотворило чудо, что русские люди стали объединяться. Они собрались вокруг Сергия и его учеников, вокруг Христа. И уже при Дмитрии Иоанновиче Донском произошла первая битва, в которой русские победили. И как один историк сказал, вошли в битву отдельные разрозные княжества, а вышел великий русский народ. Центром торжеств стало прибытие на Ходынское поле автомобильно-мотоциклетного крестного хода. Его участники привезли капсулу с землей с мест, тесно связанных с жизнью преподобного. Идея вложить в основание храма капсулу с землей родилась у общины уже давно. Замысел прихожан горячо поддержала общественная организация «Сорок сороков», а также мотоклубы «Ночные волки» и «Мотобратья во Христе». Накануне несколько групп мотоциклистов посетили места, связанные с жизнью преподобного – Радони, Шварницу, Ходькова и троицы Сергееву Лавру. Отовсюду они взяли по горсти земли. Ранним утром все участники крестного хода встретились на месте сбора и торжественно вложили землю в заранее приготовленную капсулу. Сбор произошел в 8 часов у троицы Сергеевы Лавры. С половины восьмого до восьми строилась колонна. Потом мы двинулись большой колонной в сторону Москвы. Мотоциклы, машины. Я думаю, километра на три она растянулась. Очень большая была колонна. Машин очень много было. Мотоциклы еще присоединились здесь, на Ходынке. В Москве несколько человек. И вы знаете, когда мы ехали автомотоколонной по дороге из строя Сергея Лавры до Ходынки, люди, которые попадались по пути, они кто чем... Пешеходы там аплодировали, махали рукой, а автомобилисты там вивикали. То есть все понимали. То есть у нас, правда, были такие этикетки, вернее, стикеры на стеклах на автомобилях 700-летия Сергея Радонежского. И люди, как бы понимая, что это такое, вивикали. То есть все вместе радовались такому событию. От чтения Святого Евангелия и пения хора капсул с землей и икона преподобного Сергия были принесены на Ходынку и переданы архиепископу Егорьевскому Марку, возглавившему праздничное богослужение. Стоит отметить, что в этот день вместе с жителями района молились и 200 солдат. Дело в том, что по уже сложившейся традиции военная техника, участвующая в параде 9 мая, несколько дней базируется на Ходынском поле. Прибывшие с ней военные части также располагаются здесь. Узнав о праздничном мероприятии, бойцы выразили желание помолиться о восстановлении воинского храма. Молодые ребята изъявили желание побыть на божественной литургии. Что тронуло то, что многие из них были в первый раз, не имея какого-то опыта духовного. Священник очень долго уделял каждому времени, общался с ними. Бывают же призывники из районов, где нет храмов. В общем, как и здесь, на такой огромный район, нет храма, вынуждены побираться по окружающим. И проблема с детьми. Мы не можем в воскресные дни просто полноценно. Ребенок, он больше 10-15 минут не может находиться. Соответственно, нужно его отвезти, привезти. Сам ты на службу уже не попадаешь. Солидарность, проявляемая в рамках возрождения храма Плюна Сергия, она очень радует, потому что она обвиняет многих людей. Она свидетельствует очередной раз о том, что нужен и необходим храм на Хаденском поле. Она свидетельствует о том, что без храма люди не имеют возможности жить полноценной духовной жизнью и реализовать многие те жизненно важные духовные аспекты духовной жизни, которые бы свидетельствовали о Христе и которые бы как-то немножко приводили к такому выздоровлению нашего общества и направлению к Богу. После литургии на месте будущего храма силами общины был организован праздник для всех желающих. Гостей ожидала настоящая полевая кухня, концерт и множество забав для всей семьи. Торжества продолжились и на следующий день. 4 мая, во вторую неделю по Святой Пасхе, в удивительный праздник Жон Мироносец, община возрождаемого храма решила преподнести подарки всем жительницам Хорошевского района. В полдень несколько мужчин и молодых людей вышли к Ходынскому бульвару, в парк Березовая роща и сквер на Песчаной улице с намерением поздравить местных жительниц с православным женским днем. Для того, чтобы поздравить жительниц района, община закупила более тысячи белых роз. Каждой из них прикреплена нарядная открытка, рассказывающая историю праздника. Кроме того, для детей предусмотрены еще и нарядные белые шарики. Батюшка предложил начать такую традицию, потому что она... Дело в том, что уже много лет, я думаю, ну, несколько лет, наверное, в храмах дарят женщинам цветы в этот день, вот, второе воскресенье после Пасхи. Вот, значит, и те, кто приходят, и женщины, которые приходят, они после того, как поцелуют крест, они получают цветы. Но батюшка предложил сделать что-то такое радикально, такое, ну, проактивное с нашей стороны, да, и, наоборот, самим пойти, вот, как мы это зачастую делаем, потому что у нас храм такой, знаете, он пока не в стенах, да, ну, и совсем даже он, я надеюсь, и будет не в стенах, но, значит, он у нас такой, как бы, да, на все поле. Вот, поэтому, значит, вот, и мы, как и всегда, в общем-то, пошли к своим соседям, вот, к милым женщинам, девочкам, девушкам, бабушкам, вот, вот, и, как бы, батюшка нас подвиг. Ну, вот сейчас вот на нескольких точках в Рашовском районе нашем доставят приятно и, вот, в общем-то, поздравят наших дам, наших женщин. Дарители с готовностью и удовольствием рассказывали об истории праздника и об особой роли женщины в судьбах нашего народа и нашей церкви. Хотелось бы поздравить всех женщин, добавить, дать лишний повод просто увидеть улыбку на женском лице и поднять настроение всем женщинам. С другой стороны, все-таки, День Жены Мироносицы – это очень значимый праздник в Русской Православной Церкви. Жены Мироносицы сыграли, мне кажется, нужно сказать об этом, очень большую роль вообще для становления православного христианства. И этот день – отличный повод вспомнить вот о тех женщинах, которые сопровождали Христа во время его земной жизни и которые помогали свести, внести свет Христовой веры. Очень хочется, чтобы наши люди помнили о тех традициях, которые были до революции, прежде всего, чтобы постепенно все-таки был бы отказ, здоровый отказ от некоторого неправильного советского наследия с какими-то непонятными праздниками, которые нам были просто как-то, как это сказать, ну, неправильно привинны, так можно выразиться, да. И очень хочется, чтобы люди действительно помнили о том, что настоящее, что их. Потому что Международный женский день – ну, это, по сути, фикс, никакой солидарности там нет. А вот День Жены Мироносицы – там есть подданная солидарность, солидарность за Христа. Поэтому, мне кажется, это очень важно, чтобы люди об этом знали, помнили, постепенно отказывались бы от советского наследия. Сегодня православный женский день, День Жены Мироносицы. Спасибо большое. Поздравляем вас. И вот шарик с праздником. Как вы видите, все встречают эту инициативу с большой охотой. Женщинам очень нравится и очень приятно. Что мы ощутили? Счастье и радость. Шли-шли, а тот раз нам подарок подарили. Сюрприз. Спасибо. В любом случае, приятно. Хотя я не знала, что существует такой праздник. Нам очень понравилось. Хотя это тоже праздник. Ну, неожиданно. И очень приятно, когда на улице подходит, тебе дарят цветы. Ребенку приятно. Отдельно стоит сказать несколько слов про привязанные к розам открытки. Дело в том, что для того, чтобы их изготовить, община проделала целое социологическое исследование. Это тоже было так коллегиально сделано. То есть мы дали задание женщинам, прихожанкам и мужчинам, чтобы они поискали мудрые и хорошие изречения святых отцов, проповедников церковных о роли и значимости женщины. Ну, и потом, соответственно, все вместе собравшись, провели такой анализ. Какие изречения больше подходят, больше нравятся. И особенно мы спрашивали у женщин, вот именно наших прихожанок. Вот что вам бы хотелось услышать именно как раз в день праздника Джон Мироносец. И вот именно те изречения, которые вызвали как можно больше интереса, больше внимания и некого восторга о том, что вот как церковь величественно говорит о роли и служении матери и женщины. И они легли в основу именно этой открытки праздничной. Акция настолько понравилась всем ее участникам, что по итогам было принято единогласное решение о продолжении доброй традиции и в будущем. Теперь же все мысли прихожан вновь заняты лишь одним – ожиданием решения столичного правительства о выделении земли под строительство. Долгое время просьбы прихожан оставались без ответа или же люди получали отказ. Но совсем недавно стало известно, что решение о восстановлении храма наконец-то принято. И хотя вопрос о строительстве храма наконец-то сдвинулся с мертвой точки, пока неизвестно, сколько же земли передадут общине. От этого будет зависеть и сам размер храмового комплекса. Но самое главное, что историческая справедливость все же восторжествует и утерянный когда-то собор займет свое место. Субтитры создавал DimaTorzok